И в завершении выпуска хотим познакомить вас с удивительной жительницей Тольятти. Старший лейтенант полиции Ольга Анисимова на днях была удостоена регионального знака отличия. Материнская доблесть второй степени. В доме инспектора ГИБДД семеро по лавкам буквально, а восьмой на подходе. За 20 лет службы Ольга Анисимова убедилась, что главное правило на дорогах жизни это любовь. Из поцелуев ласки и объятий соткан каждый день. Детей в этом доме мало-мало. И даже не подумаешь, что играют вместе дяди, тети, племянники и племянницы. Старшей дочери Ольги Анисимовой уже сами мамы. У Юли трое детей. В этом году моя старшая дочка идет в первый класс. Так что, не знаю, я бы еще хотела мальчика, конечно. Это любовь. Всепоглощающей любви, которую уже можно назвать призванием, здесь не ждали, не гадали. Окончив учебу, Ольга по стопам отца пошла работать в полицию. Там же встретила мужа. И думала, будет мамой одному ребенку. Но когда один за другим стали появляться остальные, поняла – это смысл жизни. Когда мы жили большой семьей, вдруг Юля с Сашей у нас отделились, Дима у нас ушла в армию, Иринка от нас ушла. И когда у меня осталось всего двое детей, вы знаете, панька какая началась. Сейчас свою семью Ольга Анисимова снова может называть «моя футбольная команда». Счет за девочками и мальчиками включает Даню, появление которого ждут, равный – 4-4. В этом доме всегда весело. Пока на рисунках девочек появляется солнце, небо человечек, у мальчиков свои игры. Инспектор ГИБДД, старший лейтенант полиции Ольга Анисимова детям разрешает все. Правило лишь одно. Но для себя эта мама придумала больше железных правил. Главное – ни в чем не отказывать детям. Чтобы опыт взросления в многодетной семье стал счастливым. А еще – каждому дать высшее образование. Моя мечта, чтобы мои дети прожили намного лучше, чем я. Чтобы они знали ни горя, ни бед никаких. Одна мечта, чтобы было гораздо лучше, чем у меня. Пока глава семейства на заработках, Ольга справляется с заботами сама. И не жалуется на трудности. Ведь какими бы они ни были, счастье материнства намного больше. Игорь Ичман, Андрей Комиссаров, программа «Обозреватель».